И к этому часу у меня все, а далее наш эфир продолжит программу интервью. Тимур, приветствую. Эфир ваш. Спасибо, Ботагост. Снова здравствуйте. Я Тимур Сержанов, а мой следующий спикер Ислам Кураев, политолог. Здравствуйте, спасибо большое, что нашли время поговорить. Ну, собственно, результаты нам известны. 68,44% граждан населения Казахстана поучаствовало в референдуме. И первый вопрос, это все-таки агитационная кампания, она, наверное, в первом проекте была без Адамресурса. И довольно большая ясно, довольно большое участие гражданского общества. С чем вы могли бы это сравнить, во-первых, и во-вторых, в чем причина этого, по-вашему? Ну, на самом деле, как мы говорим, Адамресурс это важный аспект, но даже учитывать, если Адамресурс в данном вопросе, то он оказался не настолько большим. То есть в данном случае мы оцениваем полностью полномасштабную кампанию со стороны штаба, со стороны отдельно активной части населения. И мы видим здесь то, что именно основным ресурсом двигателя вообще, в целом, агитационной кампании, выступил непосредственно гражданское общество. И здесь же стоит отметить то, что общество проявило высокий интерес в обсуждении вообще поправок и так далее. И это сыграло важную роль в том, что общество вызвалось прийти, проголосовать. То есть формат вообще референдума стал для Казахстана новый. И люди в данном случае увидели некий демократичный принцип. То есть государство спрашивает их мнение о принятии каких-то определенных решений. Поэтому многие из общества приняли это как должное пойти на избирательный участок, проголосовать. И в принципе явка в первой половине дня это и подтвердила. То есть общество восприняло это положительно. Референдум это логическое продолжение в политике, проводимой главы государства. И один из важных, основных шагов достижения результата. Вот в этом смысле, по вашему мнению, в чем основные задачи этих изменений? Для чего они и так? Ну, на самом деле, личное суждение в данном случае будет до сих пор агитация, так как мы не достигли часов 001. Да, все-таки давайте мы попробуем говорить о мессенджерах и о вашем личном мнении. Ну, как бы о личном мнении будем позже, наверное, в данном случае. Хорошо. Здесь важно отметить то, что государство предполагает открытую политику в отношении народа. То есть здесь мы, в свою очередь, предполагаем то, что имеется некий разрыв между государством и народом в последнее время. И глава государства выступает за то, чтобы был некий баланс, была определенная связь. И, соответственно, проводится политика сныщащего государства. Здесь же мы наблюдаем такую непосредственно перспективу, тенденцию. Именно референдум – это, наверное, такая большая, жирная точка в том, что мы действительно движемся в данном направлении. Ну, и, собственно, последний вопрос. Все-таки есть большая только того, что вот такая большая явка гражданского общества. Можно ли ее считать как большой кредит доверия действующей власти со стороны гражданского общества? На самом деле, любая явка на выборах – это доверие к определенному человеку, к личности непосредственно. Если опираться на социологические опросы, которые были проведены в последнее время различными общественными организациями, в свою очередь мы видели опросы в пабликах, в Телеграм, в Фейсбук и так далее, то есть открытые источники. Там же также проявлялась значительная поддержка главе государства. Непосредственно можно в данном случае предполагать то, что явка прежде всего связана с личностью президента. И как раз-таки эта тенденция наблюдается. Последняя явка говорит о том, что люди в целом выражают доверие проводимому курсу главы государства. В целом, новая концепция, если более углубиться детально, то выборность Акимов, с учетом поддержки данных изменений, что должно измениться? Известно, что изменится, если это прописано. По вашему мнению, как эксперта? Ну, выборность Акимов, если говорить, то у нас уже пилотный вариант, как бы даже не пилотный вариант, а первый вариант выборов сельских округов уже прошел. И это показало высокий прогресс демократизации общества. То есть люди заинтересованы в избрании Акимов, заинтересованы в целом, чтобы государство развивалось в данном курсе. Потому что важно выбрать человека, который будет заинтересован в решении каких-то локальных определенных проблем именно этой группы населения. То есть он не ставленный из стороны, он человек из этой среды. И здесь же переходный период, который предполагает в 2024 году и пилотный в 2023, возможно, это уже переход районных и так далее. То есть постепенное увеличение принципов, потому что здесь важен эволюционный путь, а не, как предполагается, резко не может, потому что это вызовет определенные угрозы. То есть здесь угрозы национального характера, избрания посредственных людей или на волне хайпа человек может претестать Акимов. Здесь нужно, чтобы общество созрело к определенным принципам. И здесь же эволюционный период как раз таки подразумевает такую практику. Возможно, будут какие-то сдержки и так далее, чтобы не было лишних людей и так далее. То есть здесь важно, какие будут подзаконные акты. И здесь же законодательная база будет совершенствоваться в ближайшей перспективе, потому что, как отмечал даже президент, важно отметить то, что мир развивается и мы должны вместе с ним развиваться. Это уже следующие шаги. Да, конечно. Хорошо, и в завершение такой вопрос. У нас долгое время, но, наверное, на заре становления государства это было оправданно, долгое время был постулат сначала экономика, потом политика. А вот существующий, прошедший сегодня референдум, это скорее политическая, мы назовем так, акция, социальная или экономическая, по-моему. Мне кажется, в данном случае вопрос все же политический. Потому что, на мой взгляд, и вообще в мировой практике, в мировой концепции предполагается в первую очередь политика, а потом уже все остальное. Потому что политика, она... Тянет до сада. Фокусирует фактически на себе основное внимание общества. Как показывает практика, общество не интересует ни социальные проблемы, ни экономические. Особенно это показал кризис 2008 года. И здесь же важно понимать то, что политический курс задает тон в развитии экономики, в социальных вопросах, в культурных вопросах и так далее. То есть, если есть правильное русло в политике, то, соответственно, мы развиваемся в нужном ключе, развиваются демократические институции, развиваются все остальные направления вообще в жизнедеятельности государства. Спасибо большое, что нашли время по беседе. Всегда рад. Меня зовут Тимур Сержанов. До новых встреч в эфире. До следующего ключа.